Девочки, вот стирается моё постельное бельё. Смотрите, на режиме быстро. Видите, что? 800 оборотов и 30 градусов. Вот оно. А то пишут, Таня, там у кого-то что-то расползлось. Не знаю, у кого что расползается. У меня ничего не расползается и ни разу не расползлось. И здесь у меня лежал вот комплект. Он ещё с прошлых покупок не стиранный. Вот тюльпаны тоже постираю сейчас. Перестираю. Тоже был вопрос, девочки. А вы продаёте? А зачем мне продавать? Ну, не для того я получаю. Хожу по ссылке, чтобы продавать. Я вообще не купи-продай. У меня три дочери. Но одна дочь живёт в Америке. Я не посылаю ей такие вещи. Но вторая-то рядом дочь старшая и младшая со мной. Вере 15 лет. Мы не жили без запасов, девчата. У меня дети были маленькие. И я покупала комплекты и говорила, это Наташа, это Катя. Любая мама думает о своих детях. Так и я. Вот сейчас постираю, повешу. Высохнет. Не гладя. Не гладя. Я вам покажу, в каком они состоянии. На верёвке тоже вам покажу. На улице будет висеть. Хотя я уже в каких-то роликах показывала бельё после стирки. Именно постельное бельё. За мою одёжу. За мою одёжу. То есть я вам скажу так, девочки. Куда мне сейчас одевать? Я дома хожу в шортах или в майке. Понимаете? У меня жарко. Весна придёт. И лето. Буду одевать, конечно же. Без всяких разговоров. Буду носить, девочки. Я всё ношу. Спортивные вот эти вот костюмы. Они у меня поглаженные, висят. Весна придёт. Дайте срок. Будем носить. Дома зимой. Вы же видите меня. Особенно на кухне. В чём я хожу. На мне обычно кофточка или футболка даже. И шорты. Всё. Даже длинные штаны по щиколку я одеваю очень редко. У меня тепло, девочки. День очень тёплый вот сегодня. Сейчас достану мясо. Пойду. Буду резать свинину. Там большой у меня кусок. Что на фарш, что куда. В общем, разбрасывать буду этот кусочек. Что-то так сильно я захотела. Соевое мясо. Сейчас пойду запарю его. Чтобы оно набухало. И буду готовить. Звонил зять. Минут через сорок. Говорит, пойду обедать. Поэтому, девочки, я бегу на кухню. Нужно будет мальчишку накормить. Ну и самой я ещё ничего. Я даже кофе не пила. А потом подключусь. Обязательно постельное вам покажу, девчата. Обязательно. Чтобы удостоверился человек. Она прям так и написала. Уж сделайте для меня. Чтобы я в этой постели не разочаровалась. Много девчат заказывали с этого сайта постель. И даже в комментариях написали, что постель... Мне нету смысла обманывать, девочки. Постель шикарная. Одеяло покупала. Подушку вот купила. Всё. Всё достойное, девочки. Купила на Веру. Вера носит там футболочки. Там немножко, правда. Потому что её размера не бывает. Наташины вещи и Кристины, они у них. Они пользуются, носят, стирают. Ребёнок бегал с удовольствием всё лето. Зимой летние, конечно, не одевают. Одевают более тёплые вещи. Поэтому это ваше право. Верить или не верить. Закажите хотя бы раз. Хотя бы простыни за 300 рублей. И вы убедитесь сами. Ну вот, девчата, я на кухне. Сою вот пакетик я высыпала. Вот такая она. Видите? Вот. Вот соя. Сейчас я её прям кипяточком с поттера залью. И пускай она набухает. Потом через друшлаг промываем. Хорошо водичкой. И буду жарить. Лук, морковь, соя. Соль. И соевый соус. Всё, что туда требуется. Очень вкусно. Я обожаю. Мясо вытащила, девчата. Вытащила мясо. Пускай оно лежит. Подтаивает кусочек. Может быть, картошки сегодня натушим. Посмотрим. Тут вот хорошая часть есть, где ребрышки. Вот эту часть можно пустить и на картошку. Ну, а вот отсюда вот срезать будет мякоть. Поглядим. Она подтает. Я всё посмотрю. Буду её разделывать сегодня. И вот это мяско. А сейчас, пока я попью кофе, и буду ждать Костю. Сварю быстро наскорую руку пельмени. Вот для чего пельмени в доме нужны. Вот на такой случай. Быстренько его накормлю. И сама с ним перекушу. И буду ждать уже потом Веру со школы. Сегодня пятница. Короткий день. Вот два часа доходит без десяти. Я проболтала час по телефону. Проснулась и болтала. И закинула вот только стирку. Ну, ничего. Всё успеем, всё сделаем. Правда же, девочки? Вот, девчата. Мальчишка пришёл, накормила его. Сама с ним покушала. Порезали мясо. Смотрите, у меня соя разбухла. Видите, какая она стала? Сейчас я её буду промывать, девочки, в дуршлаг. И прям включу холодную воду. И буду её промывать, промывать, чтобы она была чистая. Вон мой Маркуша прибежал. Мясо Костя мне порубил. У меня вот такие вот старые ножи. Вот ножик и вот такой топорик. Я помыла, чтобы он обсохнет. Сухим ещё полотенцем обтеру. Вся доска, девочки, разлетелась. Видите, всё выкинуть. Ну, это Г, а не доски. Видите, что с ней стало? Два раза мясо порубила. И вот мясо. Какие кусочки шикарные. Вот кусок. Вот я этикетку даже сейчас там оторвала. Костя говорю, вот этот кусок у меня был на 750 рублей. Это я брала до Нового года, девчата. Сейчас отложу, что я вот такие вот кусочки я, конечно, перемолю на фарш. Вот эти вот тут вообще нету. А где вот ребрышки, вот это будем готовить. А где без косточек, я сейчас все их порежу. Чуть-чуть ещё полежит, чтобы немножко полегче стало резать. И я их через мясорубку пропущу, и будет у меня фарш. Вещи, девчата, я постельное повесила на улицу. Там ещё одну стирку закинула, и ещё одна будет стирка. Я когда пойду второй раз вешать бельё на улицу, я вам покажу, какое бельё вот после стирки я повесила. В каком оно состоянии. Ничего там не полиняло, ничего не слиняло. Всё целое, всё новенькое. Ну, покажу. А потом уже, когда посохнет, всё, я вам тоже покажу. Ну вот, девчонки, я вторую партию вывесила. Смотрите, сколько я настирала. Видите? И у меня ещё партия стирается. Вот смотрим вблизи. Вот простынь. Смотрите, какой был яркий рисунок. Вот он, тюльпан. Он никуда... Ой, это ирисы. Он никуда-никуда не поплыл. Девочки. Поверьте, хуже моей, как говорится, моему слову. Глядите. Вот они, цветочки. Нигде ничего не размылось. Всё целое. Вот такая красота. Вот там навочки. Смотрим навочки. Какие они были. Вот они, девочки. Высохнут. Я сниму и вам покажу сухое уже. Бельё. Бельё именно постельное. Я никогда, девчата, не глажу. С молдой не глажу. Терпеть не могу глазить. Глажу только на сильные вещи. Бельё снимаю непересушенным. Складываю стопочку. Шовчик к шовчику. День он у меня лежит. И потом оно становится гладкое. Как утюженное. Поэтому это я палку подпёрла. Видите, как я сушу? Вот таким вот образом. Вот на моей верёвке висит бельё. Какая красота на улице. Девчата, всё в снегу. И вот там вот вторая верёвка у меня. Сейчас буду туда вешать третью партию. На улице шикарно. Вот он мой красавец. Видите, я пошла, и он пошёл. Везде за мной хвостом ходит. О, маркизик. А, маркизик. Когти чесать сейчас будет. Когти чешешь. Ищет, а что, обо что почесать ему. Ну, пускай погуляет. Он потом придёт на водоконник, запрыгнет. Ага. Сейчас на дрова, и он туда полезет. Вот видите, всё, у меня дрова так и валяются. Ничего не делается. Я, наверное, буду летом нанимать человека, чтобы всё это перетрясти, освободить весь двор. Это по весне. И строить сарай надо, девчата. Вот здесь у меня углевой ящик. И вот эта вот пристройка. Пристройка тоже уже вся сгнила. Там когда-то были цыплята, утятки самые маленькие. А то вот бывшая баня. Она тоже, девочки, вывалилась. Ну, старое всё, что говорить. Надо строить всё. Мужика нету, чтобы построил. Поэтому всё придётся нанимать и делать. На улице солнышко, морозец. Красота, девочки. Просто красота неописуемая. Я пойду домой. Я там приготовила, почистила морковку. Вот будка наша пустая стоит. И хочется взять собаку, девчата. И с другой стороны, думаю, надо отдохнуть. Просто отдохнуть без собачки. И Вера говорит, взяли бы вон большую. Я говорю, большую я не потяну. Не потяну, девчата. А смотреть лишь бы как за собакой я не смогу. В силу моего характера. Мне надо, чтобы она была сытая, ухоженная. В любви, в ласке. Нужно по мере своих сил брать собачку. Это нужно мне взять маленькую собаку. Маленькую, вот такую, как у меня была жутка. Вот точь-точь такую. По-другому не получится. Я большую не потяну. Для большой обязательно надо брать рыбу, мясо. Это дорого. Кормежка дорого выходит. Если бы я работала, как вот раньше я работала, да, и молодая была, разговору даже бы не было. У меня и две собаки жили. И я всех обеспечивала, кормила. Гуляла. Сил хватало, девчата. А сейчас сил уже не те. Силы не те. И я рассчитываю только на то, на что я способна. Ну что, девочки, иду на кухню. Покажу вам сейчас, что я там буду делать. Кому интересно, те идут со мной. Девчонки, я пришла на кухню. Сейчас что я буду делать. Мое вот мяско, оно стекло, обсохло. Смотрите, какое оно чистенькое стало. Вот такие вот кусочки. Резать даже не надо. Оно уже как порционными кусками идет. Ой, вот я нож поставила. Комбайн, девчата, с 2000 года куплен. Это сколько ему, значит? 20 лет. Когда была моя мама у меня и тетка. Вот тогда я покупала, я им крутила. Ну, сами знаете, когда уже лежачие люди. Девчата, я лохматая. Почему? Вешала белье, шапку. Так одеваю и бегу. Когда люди лежачие, у них получается как бы застой. Вот. И, ну, проблемы с пищеварением, с животом. И я купила комбайн, крутила морковный сок и свекольный, девчата. Меня он спасал. Вот сейчас так перетру. На крупной терке морковку и лук. Вот такое вот. Перетру и вам покажу все. Ну, вот, девчата, я перемолола все. Видите, целая чаша у меня получилась. Морковка только вкус нам даст. Самый вкусный. Вообще, что-то вот я недавно готовила, да? И мне так прям захотелось. Она же еще сейчас ужарится у нас. Сковородку я уже включила, девочки. Вот комбайн, я хочу сказать. Я покупала, девчата, здесь и блендер. Здесь и тесто. Чаша для теста замешивать. Я помню, покупала его. Так дорого он стоил. Ой, тысяч восемь, наверное. Это в двухтысячных годах. Ну, это дорого было. Но он оправдал себя, девочки, с лихвой. Ну, считайте, 20 лет он мне служит. Честно и правдиво. Вообще, ну, классно. Муку, конечно, я не мешу. Вот. А вот как терку и вот взбивалка моя. Там тоже такая глубокая чаша. Допустим, мороженое делать, мороженое, коктейли. Вот это все. Это мы пользуемся и по сей день. Вот. Ну что? Сейчас перейдем поближе. А зачем поближе? Я буду этим временем, это я сейчас ополосну все, помою чаши, пусть они высыхают. А я, девчата, сейчас достану свою мясорубку и буду разбираться с мясом. Какое на фарш буду резать маленькими кусочками и пропущу все через мясорубку. Девчонки, вот целая миска у меня вышла. Сейчас греется у меня масло на сковородке, потом буду забрасывать. Ну что, взяла вот такую доску теперь. У меня есть деревянная, в принципе, доска потолще. Может быть, все же на вот этой. Давайте на этой будем. Тоже новая я ее купила, она висит. Хочу мясо. Мясо сейчас нарезать то, что вот здесь. Здесь косточка немножко. Косточку я обрежу и шкурку снимем. А остальное, девчата, я пущу на фарш. У меня еще лежит там грудинка. Кстати, надо ее было. Я хотела, что же смешать со свинины. Или не мешать, так просто делать грудку. Шкуру порежу маленькими кусками и отдам. Кошки съедят. Сегодня не приходили кошки, странно. Я их закормила, девчат, честно сказать. Они такие хомячки стали. Прям одна отъелась и вторая. Кошечка тоже, глядя, такая хорошая стала. Думаю, пускай едят. Либо на здоровье им было, правда, девчата? Сейчас возьму пакетик. И в пакетик будем ложить. Вот эти шкурки. А потом вытряхну. Там чашка, она аж прям вылизанная. И мыть не надо. Все съедают, девочки. Все. Вот косточка. Я хочу вот эту косточку. Вот так прям с мясом отрезать. Девочки, волосинка какая-то. И это у меня пойдет на супчик. Вот тут косточка и мяско. А это пойдет на фарш. Вот такими, девчонки, сейчас кусочками буду делать. И перекручу сегодня. Перекручу. Котлет давно не делали, да? Говорю, Вера, котлет, она говорит, твой мама, делай. Что-то в школе раз через раз то вкусно, то, говорит, вообще невкусно готовят. Непонятно. Поэтому дома надо готовить. Там у меня четвертая партия в машинке. Я смотрела, 6 минут оставалось. Сейчас мяско порежу, побегу еще белье повешу, девчата, на улицу. Как я люблю, когда вот морозит, да? Белье повесишь, девочки, на улицу, потом приносишь. Но пахнет морозом. Вообще красота. Вот обожаю зимний период. Летом-то что, вынес она, 5 минут и сухое на улице. А вот зимой оно вымерзает. И такой запах морозный. Вообще шик. Мясо свинина, которое я покупала, девочки, в этом светофоре. Очень хорошее. Вот еще кусочек тоже здесь. Вот ребрышко. Вот так сейчас отрежу. С ребрышком. Мясо немножко и ребрышко. Это уйдет у меня. Опа. Для супа, девчата. Суп там и борщ. Ну, борщ не могу варить, Вера не ест. Совсем не хочет. Не хочет его. Вот он не принимает организм. Но не хочет, поэтому я его варю редко сейчас. Свекольник можно. Вот, смотрите. Ребрышко. Молодое ребрышко, девочки. И мяско я оставляю. Это вот тоже уйдет на готовку. А это сейчас шкурятину вот эту я срежу. Она не нужна. Я как-то хотела сало со шкурой. Девочки, оно такое дубовое шкура. Если бы была, знаете, свинья залезана дома, ты вычищаешь ее паяльной лампой, прожигаешь шкуру эту всю, чтобы она была прямо мягкая потом. Тогда другой бы сказ. А покупная, я вот сало срежу. Сало срежем. Оно уйдет в мяско у нас, да? А шкуру выбросим. Шкуру не буду. Взять кушал. Я говорю, иди посмотри. Посмотрел пряжу, вот этот верблюжью. Понравилось ему. И цвет понравился, и то, что она мягкая. Я говорю, какой свитер вязать? Ой, надо подумать, надо подумать. Я говорю, так вот, с воротником, с высоким. Ой, это же на работу. Я говорю, нет, это не на работу. Это я тебе свяжу носить. А на работу, даже не режется колом. А на работу я тебе свяжу, говорю, с кавказской пряжи для работы. Он тоже будет теплый и хороший. А это вот именно ходить. Пряжа хорошая. Ну, говорит, подумать надо. Ну, пускай, говорит, думай, какой тебе свитер вязать. Буду вязать. Начинать. Вот. О! Мяско хорошее, девчата. Вот я чувствую, что у меня там сковородка уже. Так, сковорода накалилась. Сейчас я, девочки, лук заброшу и морковку. Пусть оно жарится. Вот. Обжарим, а потом будем мяско туда ложить. И накроем сковороду крышкой. Пока буду с мясом возиться, у меня морковка обжарится, правильно? Нужно делать все быстро. Полурукава вчера Вера связала на белом свитерке. У меня осталась там половинка рукавчика. И потом с горловинкой. А, и длину ублинить. И все же я, наверное, переделаю горловинку. Да там вот резинку мне, девочки, распустить единственное. Резиночку и... Так, я смотрю где. Вот эти прям хорошие кусочки. Это для второго можно оставить. Вот он, еще один кусочек. Вот этот тоже на фаршик. И тут вот косточка. Вот она, ребрышка. Я его тоже вырежу. Я переделаю горловинку. Это не страшно для меня. Не критично. Сделаем, как говорится, переходик. И я думаю, она все исправит. Вот это вот на первой останется. Так, шкуру тоже срежу. И вот это я перемалю. Перемелю. Перемелю. И все же, наверное, сейчас грудинку пойду. Одну доставлю. Достану куриную. И я ее смешаю со свининой. И будет и фаршу побольше, девчат. И будет у меня курино-свиной фарш. Вот это вот сало срежу. Вот. Это выкидываю, девчонки. Выкину. А то мясо я сейчас по пакетикам, которые на готовку мне. Может быть, сейчас кусочек оставлю. Добавлю картошки, натушу с миском. Хоть маленькую кастрюльку. Знаете, мясо протушу. И туда картошечки брошу. Это будет вкуснятина. И такую жидковатенькую сделать. Потому что, девчата, иногда голову прям ломаешь. Что сготовить? Правда же? Не знаешь, что. Что хочется. Вроде бы, что-то и хочется. С другой стороны, и не хочется. Вроде еще не весна. Чтобы вот так вот желания менялись. Это весной уже все надъедает. После зимы. Не знаешь, что бы скушал. Вот, девчонки. Я сейчас помешаю. Вот это вот я перемелю. Перемелю. Хватит. Добавим сюда грудку. Это я сейчас мяско уберу. Это кошкам выкину. Вот так распределю. Вот, девчата, там отдала сало. Две кошки пришли. Как накинулись. Так, вот этот кусочек я, наверное, оставлю. И я его потушу сейчас. Сейчас с картошечкой. Это я буду убирать. По пакетам, девчата, и в морозку. Вот тоже очень хороший кусочек. Можно, знаете, два кусочка. Вот оставлю два. Буду готовить сейчас. Это я уберу. Пойду в морозильник. Вот этот тоже на второе блюдо. Вот это. Вот так вот, девчата, всегда сортируешь. Вот это на второе. Вот смотрите. Раз, два. Три кусочка. Это можно второй. Четыре сделать. И один. Он там на супчик пятый. Вот эти вот три кусочка, что с косточками я обрезала. Это на первое уйдет. Вот и все. Это мыть. А это все я завяжу. Пакетик. И отнесу в морозку. Глайк. Меня, девочки, этот ларь выручают. Потому что мы когда покупали, я уже не помню, года, наверное, три прошло. Вот. Что-то он стоил 20 или 21 тысячу. Через интернет-магазин я покупала. Везли мне его аж сусуриста. Вот так будем разговаривать. А то мне как-то всегда неудобно, когда я вас просто, девчата, не вижу. Говорю, как будто куда-то там в пространство. И этот ларь, говорю, выручает и рыбу, и мясо, и ягода, и папоротник же собираем. Ну, все. Он действительно удобно. Потому что еще на этой сопке зять у меня как-то поначалу говорил, зачем столько много холодильников? Там же еще один морозильник. И это большая камера здесь. А потом говорит, да. А у них тоже большой холодильник, четыре камеры. И то, как чуть, несут мне что-то. Там купят. Так, это тоже мыть. Это я наверх сейчас унесу. А вот это, девочки, сейчас сало срежу. Вот это я точно сейчас потушу. Сейчас вам покажу. Вот эти вот два кусочка. Вот. Сало тоже сейчас кошкам отдам. Это я сделаю, девчата, все же жидкую картошку. Видите, походу придумала, что хочу. Сама не знаю, что хочу, но жиденькой картошечке я не откажусь. У меня вот тот чугуночек, что я купила, утятница. Ой, какая хорошая, девчонки. Это что-то с чем-то. Как она мне нравится. На сайте Кукмара. Вот там, девочки, и утятницы, и кастрюли, и сковородки. Мне одна моя хорошая подписчица написала, Таня, спасибо вам. Там я посмотрела видео и узнала об этом сайте. Очень довольна. Там она тоже себе посуду заказала. Вот. Я рада, девчата. Что я вот где, чем пользуюсь, что узнаю, я всегда говорю в своих видео. Потому что, может быть, кому-то это пригодится информация. И раз она действительно вам пригождается, я только рада этому, девочки. Это ж хорошо. Это ж хорошо. Так мы узнаем. Я также вот узнаю про магазины, узнаю про интернет-магазины, где кто-чего отоваривается. Понимаете? Сегодня Косте говорю, давно мы не были в Светопоре. Перед Новым годом с Верой были. Ну, пока нам еще там, кажется, ничего особого-то и не надо. Так, вот шкурку срезала. Вот это вот сало, девчата, я сразу его в фарш кинем. Не надо нам его тушить. И вот эту вот шкурку, сейчас там кошки мои сидят. Мои чужие. Они уже идут, как мои. Зять ругался, сейчас уже молчит, что прикормила-то их. Вот они потом нам тут все засерут на огороде. Я говорю, ой, можно подумать, мы прям так увлеклись огородом. Перегниет, если они даже исходят в огород, в грядке. Ну, что теперь? Они же тоже живые. Они живые, их жалко. Она убежит, или вот эта, Сашкина, они сколько заводят живость. До ума не доводят никого. Бегут и радуются, что им тут есть покушать. Бегут девчата, уже без опаски бегут. Понимаете, только как-то крадучие сошли. Крались. А сейчас уже все. И дрались ведь они между собой. Вот эта кошка серенькая, она не пускала ту трехцветную. Она ее прям выгоняла. А сейчас, гляжу, знаете, на пару сидят и едят с одной чашки. Она поняла, что и ей хватает, и то и хватает. Вот это буду второе сейчас готовить, девочки. А это, ну как, надо разрезать. Видите, она дубовая прям шкура. Погрызут, я думаю. Пойду быстро им выкину. Вот, девчата, включилась у меня, включилась. Жарится моя морковочка. Пошла шкурку выкинула, и Вася там уже прибежал, уже трое их. Вот так вот. Немножечко она должна вот осесть, ужариться, а потом только добавлю уже соевое мясо, девчата. Соевое мясо, оно полезное. Это считается диетический продукт, девчонки. И, вы знаете, на любителя, конечно, оно на любителя. Я люблю, я очень люблю. Но надо приготовить его правильно, и тогда будете есть с большим-большим удовольствием. А я пойду, девочки, сейчас быстро белье повешаю. Вот, девчата, я белье сбегала, повесила. Достала вот две грузки у меня. Ну, одну, одну, наверное. Сейчас я ее немножко в микроволновке розетываю. Этот кусочек я оставлю здесь, в холодильнике. Мы будем вот так готовить, с Верой кушать. А вот эту, я сейчас вырежу вот эту кость и пропущу ее вместе с мясом. Куриную грудку туда же закинем и будем. Так, это мясо, я сейчас, девчонки, что сделаю, уже заброшу. Тут убавляла печку, пока бегала. Сейчас вот прибавила. Сейчас мяско, оно быстро, у меня быстро-быстро готовится. А я этим временем сейчас почищу картошечки. Так, крышечкой накрою. Чтобы не жужжать, я буду чистить, девчонки, картошку и в микроволновку кину вот эту штуковину, мою грудинку. Грудку, грудку, куриную на тарелочку. И пускай она маленечко разморозится. Вот тут прилично, видите, большие кусочки. Поэтому, девчонки, как я фарш приготовлю, вам покажу и покажу свое мяско в процессе, когда уже мясо закинем. А пока я буду чистить картошку, ну, не на экран, конечно. И приготовлю картошечки, одну морковочку и одну луковку. Девочки, вот у меня уже осела морковочка. Все с лучком. Пожарилась такая, хорошая уже. Можно теперь закидывать морковка сюда выскочила. Мою сою. Все усыпаю. Видите, она прям кусочками ее резать не надо. Если бы были большие куски, то да, нужно было бы вот так дольками, кусочками там понарезать. Все, я укрою сейчас и пусть она готовится. Это тоже в мойку сразу. Все мою по ходу сразу. Потом посолю, девочки, соли. Аджинамото у меня китайская соль. Кто-то писал, это усилитель. Пусть будет усилитель. но она вкусная и капельку ее сыпешь, это не вредно, это вкусно. Посолю обычной солью, аджинамото сюда. Можете, перчик, если хотите, можете не ложить. И соевый соус. Хорошо это все прожарить. Это очень вкусно. Не могу передать, что напоминает по вкусу. Девчата, специфический вкус. Очень вкусно. Ну, девчат, пришло время мне солить и буду добавлять соус. Соль. А я картошку начистила этим временем. Норковочку, там, лучок. Так, сейчас помешаем. Ой, девочки, добавляю. Ой, не торопиться надо, тороплюсь. Соевый соус. Все, я полила. Соус самый обычный, девчат, вот, самый обычный, классический. Он и не жидкий, и не густой. Средний такой вот. О, начало, видите, уже поджариваться. О, морковка. Я пока тут чистила картошку. Сейчас маслица еще долью. Ой, запахло вкусняшкой. Как это вкусно. Люблю и в горячем виде, но и в холодном, девочки. Просто могу, знаете, хлебушек взять и вот эту сою и просто поесть, попить чай. Вкусно. Не падать. сейчас маслица подольем. Ой, вкусно, 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 девочки. Так, хватит маслица. А я сейчас буду ставить мяско в свою утятницу, девочки, поставлю, чтобы оно, значит, у меня там тушилось. А потом заброшу картошечки и сделаю такую жиденькую, потушу прям, чтобы завтра мне ничего не готовить. Ну, завтра, наверное, суббота. Я уже думала, что китайцы Новый год празднуют. еще рано же. чуть позже будет. Но все равно сходим завтра на рынок. Пойдем посмотрим, может быть, что-то докупим. Поглядеть надо. Может, какие распродажи будут. А то мы давно, давно не ходили с Верой на спортивку. Это стресс, девочки. Надо сходить. Наташа купила себе сапожки белые. Они такие дутиши. Ну, красивенькие. И, говорит, мама купила, пришла домой, они чувствуются, что маловатая нога. Тебе, я говорю, а мне, они тем более будут у меня шире нога. Вера померила, они прям поверенные ножки. И вот она сейчас кожаные не одевает, а одевает вот эти вот беленькие Наташа, что я ей подарила. Входит в них. Я говорю, ходи только поаккуратнее, чтобы по нашей сопке вот этих пятен не было черных, потому что отстирывать с белого очень-очень сложно. Я говорю, ножки не мерзнутые, ходят в тоненьких девочке носках. Да еще такие одевают, знаете, невысокие носки. Ругаюсь бесполезно. Лежу сегодня опять в этих тонких носках. Ой, пошла в школу. И вот нету ее. Вот сегодня короткий как бы день. Вот пять часов это гуляет. Это гуляет девочки. Ну, ругаться не буду. Спрошу, где гуляла. Телефон-то нет с собой. Но я думаю, что до шести она уже будет дома. Вот. влюбилась, по-моему. Ну, влюбленности появляются. Я себя вот вспоминаю. Я первый раз, наверное, влюбилась. Ну, так, мальчика там в школу. Наверное, в классе седьмом, девчата. Тоже страдания. Боже мой, какие мы были глупенькие, маленькие. Ой. А сейчас вот думаешь, оно надо было вот в то время. Вот это все переживания такие, смятения, страдания. Ой. Ладно, пошла за сковородкой моей утятницей и буду мясо резать и ставить, девчата. Девчонки, почти у меня все уже тут приготовила. Сейчас я буду это снимать. Его долго жарить не надо, оно готовится очень быстро. Вот посолила и масло растительное. Ничего здесь, аджинамота. Чеснок не ложу, девочки. Но я не ложу из-за того, что у меня проблемы с сердцем. Кто любит, девчата, можете ложить чеснок с удовольствием. Но я, видите, я поем, у меня потом вот так вот все сердце сжимается, все во рту сушит. Вчера, я не знаю, я попила чай с конфетами, у меня как началась изжога, думаю, то ли это изжога, то ли это не изжога. Когда начинают вот здесь печь, это позывы к сердцу. Боюсь. Поэтому, говорю, я чеснок не буду острый вот это ложить. Мясо мое готово. Девчата, это вкусно. Это очень вкусно. Вот смотрите, я это сейчас с печки снимаю и ставлю сюда другое. Будем готовить на этой плитке. Все. Сейчас попробую, как на сольку. Маленький кусочек. вкус дает еще именно морковка. Девчонки, вкуснота. Все, блюдо готово. Я снимаю с этой плиты, ставлю в сторонку все. А сюда ставлю свою утятницу. Пускай нагревается, потом лук туда, морковку бросим и мясо будем закидывать сразу же. Ну вот, девчонки, налила масло, уже раскалилось у меня. Сегодня буду по-другому. Обычно я зажарку делаю отдельно и в конце туда кидаю. Сегодня сделаем наоборот. Вперед мы зажарим морковь, лук, потом кинем мясо, потом добавим уже картошку и поставим тушиться. Надо все время по-разному что-то делать. Оно будет и так вкусно, и так, девочки, вкусно. Сейчас лучок мы обжарим морковочкой, помешала, чтобы оно с маслицем смешалось. А я сейчас буду грудку резать. Оно у меня подтаивало там немножко. Сейчас попорежу, а потом буду уже фарш милить, месить, милить, давить через мясорубку в общем. Вот такая терочка у меня. Тоже покупала, что-то я не помню, по-моему, фикс-прайсе. Классная, девчак, крешь, и она вот в эту коробочку все сваливается. Ну, пусть жарится. Девчонки, вот у меня обжарилась морковочка с лучком. Ну, прям хорошенькие такие стали. Сейчас я буду забрасывать прям сюда мясо. Ммм, запахла морковка. Это еще морковка, девочки, моя, с моего огорода. Немножко было, но было. Вот мяско, видите, какими кусочками я прям нарезала. И сейчас его сюда. Пусть оно тоже обжаривается. Сейчас помешаю, чтобы оно тоже пообвалялось в маслечке в этом. И накрою крышечкой. Что-то веры моей нету. Уже начинаю переживать. Гуляет, гуляет дитё. Надо давать телефон, когда в школу. Без телефона вот как. Ой, господи. так, маслица. капельку прям долью, каплю, а я грудку режу. Режу грудку, готовлю под мясорубку. Это пускай у меня сейчас тут обжаривается. я уже видите, вам урывками всё показываю, что я готовлю. И одновременно у меня там и мяско. Это готовится, девчата. Накрываю крышечкой и пускай готовится. Сейчас порежу картошку. Картошку я вот начистила, крупная картошка. Сейчас я её нарежу кубиками, чтобы потом закидывать туда. Но это всё сложится и будет всё хорошо. Девчата, сейчас я буду мешать и подсаливать уже. Помешаю мяско. Свинина, она быстро готовится. Сейчас подсолим и буду сюда ложить уже как её картошечку и водичкой зальём. Я прям водичку беру с поттера. Так, не пересолю, не думайте, девочки, потому что картошка добавится ещё, вода добавится и будет самоток. Сейчас я картошку сверху заполю. Вот так вот мяско. Всё это внизу. Картошку, водичку сейчас солью. Ну вот, картошку, воду слила и картошку прям сюда-сюда. Водичка остается у меня здесь. И теперь я залью с поттера водой и оставлю тушиться. Сейчас, девчат, будем заливать водичку. Кот мой сидит под окошком пришёл, то убежал на улицу. Ну надо уже запускать, видать, его уже нагулялся. Так, у меня уже прям кипячёная вода. я её сейчас залью. Вторая кружечка. Ещё пару кружек надо лить. Сейчас маркизик запустим тебя. Ещё, девчата, четвёртую кружку лью. Потому что пока будет тушиться, будет водичка ещё выкипать. Потом лаврушечку и специи добавим и всё. И всё, девочки. Это я оставляю. Пускай оно жиденькое будет. пусть тушится. А я буду сейчас крутить фарш. Вот, девчонки, я порезала грудку. Вот с одной грудки что у меня осталось. Вот эти косточки, шкура. Это всё я выброшу. А вот это сейчас на мясорубке всё-всё, девчат, перекручу. Готовить я с него не буду, поэтому сюда ни лук, ничего добавлять я не буду, оставлю голый, только фарш, только мясо. Распакую потом по пакетикам и в морозилку. Когда мне надо будет что-то готовить, я туда добавлю морковку, значит, морковку с луком, лук просто с картошечкой можно, со свежей, значит, лук с картошкой. Ну, вот так вот, чтобы лежал у меня без всяких специй, без ничего. Голый фарш, девочки. Сейчас начнём крутить. Ну, всё, девчат, я всё приготовила. Сейчас буду забрасывать мяско и буду крутить фарш. Картошка у меня готовится. Фарш приготовим. Вот. Вот так. я выключу. Девочки, как перекручу весь, чтобы не шуметь мне на камеру, и вам покажу, сколько у меня выйдет фаршу. Ну, вот, девчат, я всё перекрутила, мясорубку уже разобрала, я сейчас буду мыть. Вот столько у меня получилось фарша. Вот, моя посудина любимая, в которой я мешаю хлеб. Сейчас я вымешаю, пусть она чуть-чуть постоит. Перемешаю хорошо, чтобы курица смешалась со свининой. И по пакетам, девочки, уберу. Это готовить сейчас я не буду. Картошка вот-вот у меня закипит. Сейчас покажу вам. Вот, девчата, картошка моя вот-вот сейчас закипит, пусть потом кипит и тушится. потом добавим специи, лаврушечки и она будет готова. Соевое мясо готовое. Я уже пробую, хожу-то немножко вкуснятина. А я занимаюсь фаршем. Девчата, как сготовлю, тогда вам уже покажу результат моей готовки. Ну вот, девчата, я фарш вымесила. Здесь чистое только мясо. У меня получился вот таких пакетов. Я сейчас заморожу, когда надо достал сюда специи, соль, яичко, лук добавил, морковочку я, котлеты, морковочку. А тут чисто фарш. Хочешь фрикадельки, хочешь котлетки. Ну в общем все, что мы хотим. Можно будет готовить. Картошка моя, девчата, сушилась. Прям вот хорошая, хорошая. Вера пришла в 6 часов. Поздновато гуляла. Где была, гуляла. Вера, ну так нельзя. Вот, а я уже переживать начала. Вот такая картошечка, мяско. Девчата, это вкуснятина. Сейчас буду кормить. Я отключаю. Это вкусно. Я сейчас буду кормить свою Веру, налью, хлебушка нарежу, позову ее, а сама побегу снимать белье. Сниму белье, у меня темно, уже темно в дворе. И девочки, покажу вам прям белье. После стирки уже сухое, чтобы даже никто ничего не думал, что я там скрыла, не показала. Покажу. Это недолго, а на этом всем скажу приятного аппетита. смотрите, какой бульон получился шикарный, вкусный, мяско. Я люблю жижечко, жижечко, самое главное, без жидкого тоже жить нельзя. Готовьте, девочки, картошка тушеная с мясом, жиденькая. Ну вот, девочки, я белье сняла, вот это поддеяльники, это наловочки, а это у меня простыни. Ну смотрите, кто там хотел увидеть после стильки. Вот, глядите, вот, вот рисунок, вам прям вот так покажу. Нигде ничего не размылось, нигде ничего не потянулось, девочки. Вот он как был, ничего тут, давайте прям вот это вам раскрою. Вот они шовчики и внутренний шов покажу. Вот, видите, все промютано, все прошито, вот оно обмютано. Ничего ему не стало, девчата. Я никогда не буду говорить хорошо, если это плохо. Поймите правильно, никогда не скажу, что это хорошее качество, если будет оно плохое. Но если оно хорошее, тут хоть что делай. Вот так вот я складываю, вот, оно влажненькое и гладить его не надо. Стопочкой ложу, оно переночует у меня и будет шикарно, как глаженное. Вот наловочка, девчата. Вот она, смотрите, какая она была, 70 на 70. Могу вам даже замерить, метром кот пришел в окошках. Ну, посиди маленько, Маркушенька. Давайте вот ширину замерим. Вот 65 здесь, здесь 70. Все, я говорю, она ничего, рисунок, видите, какой был яркий, он такой и есть, девочки. Ничего не случилось. Так, Вот давайте фиолет посмотрим. Вот она фиолетовая. У меня еще лежат лишь комплекты нестиранные. Я сегодня все перестирала. То, что мое. А то, что внучки подушка два комплекта и простынь, я не стирала, они лежат. Зять сегодня посмотрел, говорит, я иду на работу, поэтому я не заберу сейчас. Давайте вам этот замерю. Вот от начала до конца. Семьдесят. Вот вот девочки. Ой, подождите. Вот от начала от начала и вот конец семьдесят сантиметров. И так давайте в ширину отсюда и досюда шестьдесят семь сантиметров. сантиметров. Ну, они какие были, девчата. Вот они. Рисунок весь, краска. Вот она. Как была яркая, так она и есть яркая. Я думаю, девчата, ну, знаете, можно даже вот смотреть и опять же написать, что не верю, люди говорят, люди много что говорят. вот, зайдите на сайт сами, выпишите, я говорю, хотя бы простынь, вот простынь, покажу. Вот она, как была обметано, обстрочена, она же вот с подгибом прострочена, видите, так строчка она вот и есть, ничего тут не обмахратилось. Вот как цвет был яркий, вот он цвет весь перед вами, девочки. Девчонки, уже все прям вот вот конкретно показала, как постирала, закинула вам, показала, как на улице мое белье висело, сейчас вот принесла, сложила, все стопкой вот так сложу и положу на стол или на стул, все равно куда. А на ночь переночует эта стопочка, под тяжестью все будет гладко, я не глажу, девочки, постельное белье никогда. Вот. Что вам еще показать? А, тут у меня еще полотенчик вот я стирала. Вот оно полотенчика толстенькое. Вот, смотрите, какое оно было, вот они шовчики, нигде ничего, никаких изъянов. Ну, я уже не знаю, как еще говорить. Я просто тогда не знаю. Если уже после этого не верить, тогда не знаю. тогда покупайте ткань, я так отвечу, и шейте сами. Не заказывайте нигде в магазинах. Нужно тогда шить, краить, все делать своими руками. Тогда уж, думаю, вера у вас будет. Качественно будет или некачественно. Ну, это шутка, девочки. На этом я с вами попрощаюсь. Всем огромное спасибо, девчата, за ваши комментарии, за ваши лайки, за просмотр рекламы на моем канале. Огромное-огромное спасибо. Спасибо, что вы этот день провели со мной, посмотрели мое видео. Ну, а я вам пожелаю хорошего денечка, хорошего, доброго, светлого, спокойствия вам в душе, здоровья, девчата, любви, и хороших, хороших друзей. Пока-пока, до новых встреч. С вами была Татьяна. Пока, девочки. Редактор субтитров